Так, переподключаются все потихоньку к игре. Один так шаман потерялся пока что. А вот переподключается шаман и сейчас стартанем. Интересный файт сейчас намечается. Вот переподключился шаман, ну и поехали. Отжимается у нас пауза, посмотрим-посмотрим-посмотрим еще что-то у нас будет. Сейчас камеру отведем, полета посмотрим на это все. Хараси с ракетками Тинкер. И влетает у нас, ё-моё, Трубик влетел, украл тут рифтай, ой, иллюзию украл, сразу же потерял она Егис, влетел тут просто, блин, такой метеор крутой залетел от инвокера. Умирают сразу трое из команды шлюхи, гонится еще и за инвокер, ой, за Тинкером мутует Нага, но и Тинкера тут нет, хотя может, да, может быть. Тинкер так неудачно блинканулся, умирает Тинкер, гонится тут еще и за Рубеном, Рубен умирает и 5, даже 6 в 1 разменится, 6 в 1. Неплохо сейчас отдефались у нас пирожки, отлично просто отдефались. И Нага тут же бежит себе покупать артефакты, у нее есть 3-300 на кармане, покупает она себе Ривер, это будет Араска следующая, покупает Алибарду тут же Тайтхантер, по бабкам они нормально бустанули сейчас. Так, ну и две с половиной, кстати, у инвокера, еще он дальше будет все собирать. Ну, кстати, я догоним, а немного тут остается у нас и шаманом, будет он более сильный змейки ставить, мискликнул он, видимо, на одиннадцатом не прокачал, к сожалению, второй левел своего ультимейта. Ну, и котел, котел, в принципе, в принципе, ничего себе такого и не прикупил, к слову, последний момент, когда мы ему за немного дали. Так. Ну, надо подпушивать срочно лайм, сразу же пирожкам. Хорошо, у нас остается 3 минуты, Рубан тут украл фаржей, гонится за... Ой, смотрите, как круто, сейчас убивает. Инвокер убивает Рубика, тут же мстит сразу же Тинкер, просто Эзерал Блэд сбривает инвокера, появился у него догон четвертого лава, еще, еще больнее будет. Видишь, Тинкер, думаю, потом будет собирать он себе Хекс, что Ганим попробовать собрать, я вот сейчас еще не видел, как Ганим работает на Тинкере, даже там с ботами не собирал. Ну, я смотрю, тут Хускар все-таки решил пойти себе в БКБ, давно пора, потому что в файте он в этом почти ничего и не нанес. Тинкер убивает Shadow Шамана на низу, хиляет Тауэр Трентуха. Улетает Нага. Ну и так пацанам из пирожков, особенно саппортом, заходить далеко вообще не стоит. Потому что отлетают они от Тинкера просто как... Как крипы, самые слабые. Котел 750 хп, ну совсем, вообще никак, не годится никакой, ни в какие ворота не лезет. Задувает котел, разбивает крипов, проседает, конечно, жестко тут у нас Ускар от иллюзии Наги. По дриптайдам, больно ему очень. Ну, Наги, 15 левел уже почти, 16 почти левел. Так, ну, и тут Тинкер забрасывает просто машинами. Машинами заливает по кулдауну. Ускара хиляет тут Трентуха по кулдауну. Ну, сложновато, конечно, все, зайти на рампу. Надо, наверное, засплит пушить, потом где-то подловить соперников, потом уже заходить. Потому что, как мы видели в прошлом файте, на храпом заходить не получается. Но я думаю, во всяком случае, шлюхи будут ждать Рошана. Потому что так просто зайти без Егиса. Я думаю, это опасно. Так, разу не зашли, два раза не зашли, три раза не зашли и проиграли. Так, завардели-то сейчас. Греца вражеские. Ой, ой, смотрите, как быстро умирает инвокер. Что-то толку он давал. Хекс, вылетает, тает, ультует, задувает котел. Просто подвоим залетает метеор инвокера. Выкупился он. Сейчас тут фокус от Хускара. Хускара тоже убивают. И три в один размер. Неплохо. Пирожки не хотят сдаваться. Показывают всем своим просто скиллом о том, что они эту игру затащат во что бы то ни было. Умирают еще и тренд. Единственный элдер титан у нас тут живой бродит по лесам. И пушат сейчас по миду. Пушат по миду пирожки. Будут сейчас пустенько забривать Т2 Тауэр на миде. Тут чекает у нас элдер титан Рошана. Убил все угры клапана. Будет БКБ делать. Быстро падает вон стыд. Т2 Тауэр на миде. Надо бы забрать что и на топе. Потом совсем запушилось все. Так, у Наги появился уже Талити Бустер. Скоро это будет... Да, Тараска уже есть. И сейчас надо будет собираться уже в урон. Так, ну что, будут убивать тут Рошана или нет? Алибарда есть у Тайда. Это классно. Вы видели как она... Затыкал он по-моему все-таки Хускар. Купил себе шаман Аганим. Молодец, подформил. Красавчик, не засал. Ну и наверное сейчас ему надо будет тоже какой-то даггер прикупить. Неплохо было бы. А может быть Глост? Посмотрим. Какой выбор сделать? Посмотрите, Нага вместо того, чтобы собираться на урон, покупает Ситровала. Типа быстренько пушить лайны. Ну Инбокер тут вообще просто-просто-просто-просто-просто... Забожил сейчас тут, грубо говоря так, против Тинкера. И иллюзии Наги забирают Тинкера. Купил себе котел на сороковой минуте. Меку, молодец. Дотерпел до нее все-таки. Вот когда уже у пацанов там по 2000 хп, у Мека самый раз. Самого у него хотя бы 900. Такой себе, конечно, котел. 2700 у Инвокера. Посмотрим, что он себе купит. Может, агоним быстрее, чтобы рассказ давать. Так, Нага тут у нас пушит Тауэр, забирает. К сожалению, крипы. Так, ну, тем не менее, та лайн-то нижний пушится. Причем, очень даже неплохо. Тинкера нет, отпушивать нечем. Иллюзии Наги больно бьют крипов. Сейчас надо будет забрать Т2 Тауэр на низу. Нечем помешать. Тинкера нет. Без него драться шлюхи не будут. Моргает на Титана, потому что он там стоит на лоу-граунде и кастует свои сны сказочные. Забирает Т2 Тауэр, никто не мешает. Вот. Но тут маякуют, пацаны, шлюх, что надо бы, конечно, Хускару подтянуться на респ, поддефать немного. А Хускар занимается тем, что он, в принципе, БКБ. И это правильно. Это правильно. Хексы, сетки тут. Кстати, сейчас могут подловить. Могут под... Да. Сейчас должны поймать сейчас Тинкера. Дается ЕМП, Тинкер прыгает не туда. Хекс, сразу же Гаш, Метеор, сетка. На него Ливен Армор. Центуха ультует. И Тинкер, Тинкер, Тинкер еле живой. Еле живой уходит. И котел просто по-царски задувает. Умирает здесь еще и Элдер Титан. Попадает на ноль том по-троим. Но, тем не менее, его не спасает. Инвокер просто каленый уходит тут у нас чудесным образом. Убивает еще и Хускара. Хускар ультанул в шамана. Шаман вовремя сориентировался. Дал сеточку. И файт выиграл. Опять же, три в ноль. Хускар спрашивает у Вокера, почему, наверное, ты ультанул. Не в того. Так, ну и Персеверон собирает. Все-таки будет рефреш собирать. Шаман. Метавр у нас третий падает потихонечку. Под воздействием команды пирожки. Заливает в ману котел. Нечем просто сейчас дефать. Просто два. Смотрите, в МЕКО, в принципе, нормально залетает от котла. Пусть и она и позднее. Быстро сейчас разбирают бараки и пирожки. По миду бараку падают. Фортификейшн прожали. Рубик со всеми тут фейтболтами пытается запушить как-то там немножко крипов к себе на базу. Но это не поможет ему. Барак, барак, неумолимо падает под воздействием Тайтхантера. Тайтхантер, кстати, тем временем сейчас себе уже скоро нафармит рефреш. Ну и сон и уходит. Ультанул тут трентуха на иллюзии. Наверное, решил на Верочку все-таки сыграть. Ну и что, тут у нас инвокер пушит топ тавер первый. Пять тысяч у него на кармане. Что же он себе купит? Может на урон? Изолятор какой-нибудь. Изолятор было бы неплохо. Инвокер это всегда интересно. Лишний урон не помешает. Пай покупает тренд. Ага. Ну и что дальше? Три тысячи, кстати, у котла на кармане. У Бион там круто вообще просто. В такой классный момент еще. Подловил, задул в тинкера. Моргает тут, что надо пушить нижний, верхний лайн. Моргает тинкер. Типа, пацаны, не сдаемся, пушим. Так, ну и тайдуха. Тайдуха скоро себе закупит. Рефреш. Осталось ему там буквально 200 голды. Разбираю тут иллюзии котла. Ну и что будет? Убивать решено или нет. Тем, кстати, временем у Хускара отсрочилась БКБ. А вот там в этот раз его убили. БКБ отсрочилась. Но надо, надо все-таки дофармить. Так хотя бы побольше он лещей навешает с саппортом противника. Будут они гореть в адском огне. Покупил себе и у ветерочки Рубен. Нага продолжает фармить. Есть у нее уже Яша. Сейчас мы заварим Манту. Потом какие-нибудь еще Криточки. И будет совсем-совсем больно бить. Ну давайте глянем графики. По графикам смотрите как просто. Здесь 20 тысяч. 20 штук просто пирожки вырвались даже на какое-то количество Икспы вперед. А по деньгам, по деньгам уже и ведут в 6 тысяч. Молодцы, молодцы пирожки. Не растерялись, собрались. И пытаются сейчас перевернуть. У Тайда появился рефреш. Манту сейчас принесет себе Нага. Куралитит на резку. Дает ветра инвокер. Балит сейчас всю контору. Ну и шлюхи готовы драться на Рошане. Чекает сейчас Астрал спиритом. Кто здесь есть. Больно, больно конечно бить по Пускару. Иллюзии. Родиан там на Рептайт. Все это очень интересно. Котел тут попал сейчас под ракеты. Ну и Нага уходит. Нага уходит. Фармить она дальше здесь не будет. Тем самым еще и Куру с собой ведет на другой конец карты. Стоят тут под инвизом. Трэнта. Рубен с Трэнтом. Скарда фармился таки себе БКБ. Ну и надо бы наверное самим разобрать Рошана. Чего бы нет. Сейчас упадет еще Т1 на топе. Прилетела Монта наконец-то Наги. Чего тут у нас Шамана. Шаман продолжает фармить рефреш. Сейчас могут подловить Тинкера, если он вовремя не улетит. Ходят по вражескому лесу. Инвокер с Тайдухой. Но их видят прекрасно. Стоит Туар. Инвокер забирает параллельно леса. 6-4 сто у него на кармане. Все таки не тратит он деньги. И сейчас может отъехать. Инвокер. Инвокер умирает. Ультует Тайдуха. Все это зря. Лебарда на... Олибарда на Кускар. И Ману не хватает на второй пульт. Ну, тут, конечно... Конечно, тут вообще печально. БКБ спасает... Немного... Окончается... Заканчивающийся БКБ спасает немного времени для Шамана. Ну, и мы видим, что слишком опрометчиво поступили пирожки. Не надо им так делать. Инвокер тут у нас вылетел. Выкупился опять зачем-то опять же. Выкупился он все равно бы не смог быстро прийти через полкарты, помочь своей команде. Зачем выкупался? Ну, понятно. Это лишение деньги. Только зря потратил. Вот, но... Тем не менее. 4-300 у него на кармане. Нага у нас выжила в этом файте. 1300 у нее есть. Но 3-0, конечно, это для шлюх классное преимущество. Хускар оправдал свой БКБ сразу же. Сейчас еще на урон себе что-нибудь купит и будет еще больнее резать. Так, кто-то у нас в голосовании в группе. Свершков уже, наверное, сейчас начнет голосовать. Так, ну и продолжает игру. Гоу, гоу, гоу. Инвокер, купи уже себе что-нибудь. Все равно БКБ нет. Так, ну... Шлюхи тут у нас. Пошли Рошана убивать. И опять пауза. Теперь уже от шлюх. Сейчас будут обсуждать, что кого он, скорее всего. Ну... Инвокер маякует о том, что сейчас подберет инвеститан. Просветки, скорее всего, ни у кого нет. У Наги ульт через 16 секунд. И вопрос только остается в том, успеет ли за это время Хускар с Трентом забить Рошана. Учитывая то, что у Хускара нету слота под Аегис. А Трентухи этот Аегис... Ну... Так скажем, не особо-то и закатывает. В общем, сейчас должен начаться такой интересный... Рамс. Вот, ну... Ждем паузы. Так, так, так. Скайп проблемы, пацанов. Тинкер, кстати. Уже все три штуки опять нафармил. Надо ему Хекс, мне кажется, собрать. Тем более то, что у пирожков ни одного БКБ нет. Ни у кого. Котел у нас 3500 на кармане. Так, Коу пишет. Интересно, что он купит себе котел. О, а Ганилу собрал. Было бы нормально, я думаю, для него. А, вот Инвокер купил себе БКБ все-таки. Так, господи. Ну че опять за паузу, ё-моё. Сколько можно? Не могут еще никак договориться. Ну, и Чега сейчас нагл своими иллюзиями Рошана. Тем самым выигрывая время для того, чтобы пока ульт откатится. Сразу же влетает Инвокер, дает свой рассказ. Ни по кому не попадает. И надо отходить, надо отходить. Нагая гонит иллюзиями врага в лес. Моргает о том, что пушится в лайн. Надо отходить. Ну и... Опять расходится команда. Ну вот этот паста у нас посторожит немного своих форжей Рошана. Покупает гем-котел. Сейчас будет разбивать ворды. А, нет-нет-нет, тут летит еще только гем. Так, Инвокер тут чекает машинками. Есть ли кто на Рошане? Рошан в смятении. Мечится туда-сюда. Как тигр в клетке. И каким образом здесь котел вообще оказался? Как он сюда попал? Как попал сюда котел? Расскажите мне. Я этот момент просто провтыкал. Умерла Кура. Господи. Умерла Курла. Курла с гемом умерла. Кускар убивает Инвокера. Ну и все. Еще и гем потеряли. Нормально. Мейкл сейчас на Шамана. Сейчас его будут перехватывать. Шаман понимает, что ему надо валить. Ну и по миду можно заходить сейчас в команде шлюхи. Единственное, что у них тут мега крипы. И это не так просто будет сделать. Все лайны откушаны. Вот. Но, тем не менее. Конечно, Инвокер. Инвокер тут вообще потерялся зря. Нага будет сейвить вместе с Котлом и Тайдом. Господи. С Тайдом и с Шаманом. Как можно дольше тянуть время на то, чтобы все выжили. Встали. Начали драться. Я думаю, у них все получится. Ну, все-таки забирают у Трошана. Заберут у Трошана сейчас шлюхи. У Кускара 4000 голды. Че он себе купит в следующем? Штараску купит? Или Сатаник? Табушка у меня есть. Так. Ну и кто заберет? Эр... Этсу. Аегис. Забирает Аегис. У нас Тинкер. Выкладывает он Солринг. Да, Тинкер. Тинкер важнее. Выложил он бот, отдал его Рубену. Солринг себе забрал. Ну, сейчас надо слушать миты, заходить по миду. Сейчас будет жесткий файт, пацаны. Очень-очень жесткий файт на меня. Качельки у нас такие, что уже 51 минута прошла. Сейчас чекаем по ХП опять. У нас тут шлюхи вырвались на 5000 вперед. Ну и по деньгам пока пирожки лидируют. Инвокер уже, наверное, давно следует продать себе мидас. Уже так себе не особо-то и нужен. Инвокеру надо быть аккуратным. Купил лучше себе ПТ-шку. Ухилей. Пойзы хоть. Чё за ряду? Держать. Бэйбэка всё равно нету. Ну и на году. Так, подлетел у него тинкер. Дал ему локер ЕМП. Выжиг немного маны. Сразу же дали в спарках Хекс. Зелда Титану ходит на ХПшках. Врывается тайдуха. Ультует, прожимает рефреш. Ультует два раза. Нага даёт сон. Держит во сне полкоманды. И сеточкой просто сейчас за контроль. Вот у Скара. Тем временем украл Рубен Тайда. Ультует Алдор Титан. Умирает котёл. Воюет, воюет. Тут у нас Нага против троих. Убьёт, не убьёт. Ой-ой-ой. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не убивает она тинкера. На рандоме гналась за Тайдом. Вот что значит профуканный Гем. Был бы сейчас Гем, убили бы. И конечно тайдуха каким-то образом позволил своровать у него пульт. Глокер опять выжил на хп. 2000 голды у него на кармашке. В этот раз хотя бы Тайд. Уже интересно. Так, ну и 1000 голдика остаётся за рефреша у шамана. Третий змейки у него. За один заход они могут где-нибудь спокойненько забрать пунктавр. Вместе с бараками, например, 6 косарей у тинкера. Надо ему срочно что-то подкупить себе. Вот. Тем более есть Аигис. Чё бы нет. Пускар тут параллельно зафармивает вражеские леса. Кстати, если что-то он себе прикупил, по-моему. Или нет. Было у него 4000. Куда-то пропали две. Так. Ну, ну, ну. И файт опять. Не файт, а игра опять принимает режим фарми. Режим фарми. Режим фарми. Да, купил себе ревер хускар. Будем себе покупать сатаник. Да, он купил сатаник. Ведь это мой рецепт. Не сатаник. Ну и надо, надо уже, ё-моё, идти и забирать эту игру. Тем более уже тут, блин, на полчаса дольше играют пацаны. А следующая катка сразу же после этой начнется для команды шлюхи. Надо силу на следующую катку оставить. Затянули тут, конечно, шлюхи. Дали они наги расформиться. Наги тут уже нормальны. По деньгам снова 4 тысячи голды. Будет составлять, конечно, на байбэк. Но хотя бы какой-нибудь кристалль сбы купил. Было бы тоже неплохо. Урон лишним не бывает. Тем более против таких пацанов, как пускар. Да. Поморгали еще что? А иншитов может это быть. Котел, кстати, все-таки собрался себе зафармить. Ай... Ээээ... Посмотри, я хочу сказать. Аганим. И тут шлюхи собираются по МИДу. Будут забирать МИД. Все ульты у них уже откатились. Трн запрятался в своем камуфоляже. Будет ждать удобного момента для вульта. Инвокер дает рассказ, твитра, ЕМП, и Хускар теряет половину маны. Слипает сейчас Shadow Shaman у нас Elder Titan и убивает просто в секунду Shadow Shaman. Пультов никуда от Титана. Прожали пайп. Ну, если сейчас будут заходить, мне кажется, могут и проиграть. Потому что без пайпы еще и против двух тайдовских пультов, то будет больно. Вот тайду, кстати, сейчас было неплохо. Дает сейчас с ветра опять инвокер дает ЕМП. Тут какой колюна ходит Титан. Просто надо бы ворваться. Блин, где тайк? Почему он не врывается? Sunstrike. Sunstrike отдавал инвокер. Не точно. Блин, ворвите. Видите, уже дает. Ах, это, блин, я думаю, уже Тайтхантер ворвался и такой коряво улетал. Ну, у Рубена просто уже истекает без него ульт, поэтому он завультует. Так, котел тут безбожно задувает. Кстати, Айгис пропал у Тинкера. Надо об этом не забывать. Ветра, ЕМП. Хорошо, да, пояс. Сейчас пирожки. Уже шаман откатился. Ну, и Тинкер полетел на Реарм. Пушится, кстати, Нижний Лайд. Для Наги неплохой пуск по деньгам. 6 тысяч голды у нее. Сейчас, если она купит Баттерфляй, я думаю, да. Будет он все-таки Баттерфляй покупать. Вот, летит. В куре Талисманов Эвейджин. Я думаю, Нагу тут уже будет убить очень сложно. Потому что она во сне половину команды зарежет. Ну, и разошлись опять команды. Напоминаю, что 57 минут. Мы уже наблюдаем за этим противостоянием. По ХП у нас в качеле опять верхний сверху вниз. 5 тысяч ведут шлюхи по деньгам. 4 тысячи до сих пор преимущество. Ничего интересного пока особо не происходит. Опять, наверное, буду ждать Рошана. Кираса себе хочет заварить Трентуха. Ну, и полторы минуты Горошана. Тайминги есть в команд, я думаю. Да. Вот, купил себе сейчас с Гиперстоун Трентуха. С Кираской он будет такой крайне плотный. Вот. Ну, котелку на себя гоним. Сейчас будет светиться весь. ТП-шит себе будет. Поморгали тут на на Тинкера, который вылетел вовремя на ТП. Ну, и у Наги 5200. Надо, надо и срочно закупаться. И выигрывать эту катку. Ни пирожки, ни шлюхи не хотят сдаваться. Плотный, плотный гейм. Сейчас вообще все выровнялось, тем более преимущество такое минимальное. Ну, и Т2 Тавра забирает. Забирают, забирают, забирают пирожки и уходят на ТП. Кстати, могут сейчас наглубить. Надо не стали подлавливать. Пошли на ТП. 15 секунд Рошана. Рошан с сыром будет. Ну, что, блин, такое-то, а? Че ж вы, блин, боитесь-то так? В рецепт на рефреш появился уже у шамана. Купила нага себе Баттерфляй. Купил, донес себе рефреш шаман. И сейчас уже, блин, уже по-любому надо идти и заканчивать. Просто надо идти и заканчивать эту катку. С такими айтемами проигрывать нельзя. Инвокер 5400 на кармане до сих пор метаст не продал. С одним сапогом что-то ходит. Купил бы все ПТ или, блин, тоже бы Тревелабу собрал. Че тупить? Че держать эти деньги? Все равно выкупаться будешь. Ничего не купишь. Так, Тинкер продолжает фармить. Есть у него Хекс 5500 на кармане. Тинкер, конечно, жесткий. на кармане. Оформил он 30 косарей. Так же, как и Нага. Нарошание какие-то терки. Убивают фарды. Инвокер дает ветра. Да и... Ой-ой-ой. Сразу класс! Ой, как круто! Зашел Тайтхантер. Не дадут ему, не дадутся, не отдают все-таки делать второй ульт. Сразу же ультую Титан. Еле-еле живой, еле-еле живой уходит Тинкер. Санстрайк по нему отжимает вовремя Нага и убивает сразу Хускара. Убивают Титана. Выкупается Тинкер. Выкупается Хускар. Умирает Рентуха. Прилетает Тинкер. Дает ракеты. Но все, все. Уграться уже не вариант. Пацаны, держишься в сетке. У нас Шаман Рошана. Тут налетают на Нагу. Убивает срывается не в тысячу голды. Но у Наги есть байбэк. У Наги есть байбэк. Она выкупится по-любому если потребуется. Тут Хускар сейчас должны убить. Да, убивают. Убивают, убивают котла. Тут инвокер заултили. Гем лежит. Гем никому не нужно подбирать гем. Рубен уже слишком поздно. Инвокер ушел в гост волки. Далеко, далеко, далеко. Ну конечно сейчас шикарная инициация была от команды пирожки. Все вроде бы четко вошло. Но байбэки конечно порешали вопросы. Тут конечно и хп решают. Слишком тонкий котел. Слишком тонкий шаман. Шаман выжил в этом файте. Сейчас уже не помню точно. Нага конечно умерла опрометчиво. поступил он. Так тут инвокер дает ветра дает емп выжигает ману. Ой ой тут еле живой рубик ртует инвокера и инвокер уходит и убивает шадо шамана сетка на ускара вылетает у нас нага 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 умирает нет нага расходится в иллюзии и выходит под сном инвокер прилетает дает хекс файлдер титану дает бласт тин ускара 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 умирает жесткие жесткие качели просто сейчас инвокер гонится за тинкером тинкеру сразу же дают емп дают монолик дают колдснеп тинкер без маны хватило хватило только у него конечно скорости на то чтобы отпрыгнуть дают гаш у него и тинкер сейчас уйдет тинкер уйдет тинкер не уходит нет тинкер не помог бледен лайф чтобы сбить ему тп в наге была сетка почему она не давала непонятно дали наверное прокликать ну и нет хускара 95 секунд посмотрим выкупы сейчас будем просто смотреть на состояние выкупа ни у кого кроме рубика нет это вообще бы забейте и окей выкупы выкупы что забрели рошана практически тут пирожки по графикам тут у нас опять посмотрите опять просто в ноль и погалдеть рожки все-таки впереди рошана рошана убили смирает у нас рука едет хорош тренд твой господи тренд стоит ворвался на титана титана ходит на т.п. убивают рубена у рубена нет бэйбэка нет рубена был бэйбэк как раз таки единственный бэйбэк у рубена потратил майку быстренько котел что надо бы кушать низ нужно срочно срочно забирать на низу бараки вот уже хускар живой уже скоро тинкер появится нужно быстрее как можно быстрее забирать рептайд своровал рубена у ноги летает этот инвокер на инвокер конечно опрометчиво действует залетает он конечно на 2 ульты хускар ускар нас оливарды ничего не может сделать ноги нога просто его сейчас разрывает сразу же рубен и надо включать сон чтобы остались живых все пацаны свои команды ухо дает гаш умирает еще и элдер титан уходит или живой нет не уходит не уходит тренд и минус 5 сейчас станет тинкер но я думаю это уже не поможет и это gg это gg нужно сразу все ломать быстро-быстро-быстро жаль нету конечно сейчас змеек у шаду шамана так бы еще быстрее бы все здесь впало но нога 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 не прощает вот видите как бывает задают фармить таким героям как нога прожимает сейчас прожимается через глиф но я думаю тинкера не откусит так тинкер под хексом под всем что только можно ему сейчас дать не пожалею ни одного скилла на тинкера и ггвп отличная просто отличная по красоте игра вот это конечно жестко поздравляем команду пирожки дотерпели они эту игру молодцы ну и пока никуда не разбегайтесь сейчас начнется следующая игра я думаю она будет не менее интересная а будет у нас играть команда союз против команды и шлюхи посмотрим может быть здесь себя иначе проявят